Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с молодым человеком вместе 4 месяца, он работает вахтовым методом. До первой чего встречи мы ждали 3 месяца. После месяца, когда мы провели вместе, он уехал снова на вахту, и это вообще началось непонятно что. Каждый день ругаемся, ссоримся из-за младшей, для каждого из нас в ту или иную ситуацию это кажется не мелочью. Например, не так выразился, не так поняла, мне все интонации было сказано, времени мало уделили друг другу и так далее. Каждую ссору мы обговариваем и приходим к какому-то итогу, но ссоры каждый день. Я эмоционально устал, от этого мне кажется у меня началось какое-то эмоциональное выгорание. Что вот вроде человек будет вместе все хорошо, но как-то нет эмоций какой-то искры, как раньше в самой дне. После каждой ссоры как будто огонь внутри меня гаснет, я не понимаю почему так происходит, помогли тебе разобраться. Чувство есть, я хочу с ним быть, но эмоционально у меня какая-то пустота или апатия что ли? Я не понимаю. Ну, смотрите, я думаю, что в первую очередь сказывается характер вашего взаимодействия. То есть вообще, чтобы ответить на вопрос, ну вот, что происходит, да, и, например, как получается, что вы ссоритесь, допустим, вот, и так далее. Нужно посмотреть на характер вашего взаимодействия, чтобы увидеть, увидеть, как вы общаетесь с мужчиной. На, в этом смысле, да, на каких основаниях вы выстраиваете свое взаимодействие с ним. А что, что между вами общего, вот, ну, как бы между вами, да, и, и, ну, вашим мужчиной. Потому что это все оказывает влияние, ну, к сожалению. Если вы, например, взаимодействуете друг с другом вот каким-то таким образом, да, что в основном у вас только, ну, общение, например, гендерное, да, то есть, ну вот, то есть, грубо говоря, только вот вы общаетесь, да, как, например, как, ну, только как мужчина и женщина, например, вы общаетесь, допустим, вот, то, конечно, у вас будут ссоры. Потому что это ревность, потому что, ну, ничего общего, кроме того, что вы, например, ну, привлекаете друг друга. Нет, вот, привлекаете друг друга, ну, как, как представителя своего пола, нет больше. И, естественно, естественно, что будут проблемы, вот. Поэтому это первый момент. Второй момент это то, что если в отношениях люди, значит, вот, ну, как-то реализовывают, да, свои потребности какие-то, вот, ну, то есть, вот, просто какие-то потребности реализуют. И если этих потребностей, ну, допустим, приличное количество, ну, вот, либо, либо, если эти потребности, они сильны, ну, то есть, вот, если, если они, как-то, вот, ну, довольно сильно влияют, да, на вас, например, вот, то в этом случае вы так же естественно будете ссориться, вот, ну, потому что по-другому-то никак, по-другому не получится в данном случае, вот. Понимаете, да? Поэтому здесь нужно смотреть. Здесь нужно смотреть, здесь нужно, конечно, конечно, ну, исследовать вот этот аспект, да, и вот, я думаю, что, ага, значит, какие-то вещи здесь будут, ну, более, да, более понятны, само собой, да, вот. У ссоры, вот, именно, именно, у ссоры, у ссор, есть своя, так, ну, так скажем, определенная системность, вот, то есть, ну, определенная система, и, вот, и, как, вот, я думаю, что вам крайне желательно для себя это увидеть, вот. То есть, вам, вам крайне желательно увидеть, что это за система, вот, что она из себя представляет. Поэтому изучите, пожалуйста, психологическую игру скандал, вот, она должна вам помочь в том, чтобы лучше понимать, как происходят ссоры и так далее. Вот, ну, и в целом выглядит, вот, все, к сожалению, вот, выглядит все так, я бы сказал, что вот у вас просто, ну, пробуксовывает, пробуксовывает общение, вот. Да, пробуксовывает взаимодействие друг, ну, друг, друг с другом, вот, в том смысле, что вы, ну, просто вот, общаетесь в довольно узких рамках, вот, к моему, к моему сожалению, вот. И, вот, вот, в виду, вот, а, значит, ну, в виду, такой, тесно, тесноты, да, вашего общения, в виду тесноты вашего, вашего взаимодействия. взаимодействия, вот, я думаю, и возникает этот конфликт, вот, ну вот как-то так, собственно, корректировать вам нужно, в первую очередь, свое состояние, да, в первую очередь, свои реакции какие-то, вот, и уже дальше будет как-то вот понятно, куда вы хотите двигаться. Вот, что касается сгорания, ну, это, на мой взгляд, абсолютно нормально, да, потому что, ну, получается, просто что, получается то, что негативных каких-то моментов, да, больше по сравнению с позитивными, вот, то есть, ну, это нормально, вот, как-то, как-то так, я думаю, что сказывается в какой-то времени, в степени, еще и то, что вы общались какое-то время на расстоянии, да, вот, это говорит о том, что, ну, что вы можете избегать близкого контакта, вот, слушай, у вас слабые личные границы, например, ну, у людей, которые на расстоянии, которые работают вахтовым миром, там часто встречается такая проблематика слабых личных границ, да, вот, соответственно, когда, когда происходит сближение, вот, то вот начинается какой-то страх, истыть, и так далее, и все это вот выливается в ссору, как способ обратиться с тем, что с вами происходит, вот, поэтому, когда вы говорите, что мы каждый день ругаемся, давайте все-таки возьмем личную ответственность на себя, я ругаюсь, для меня, это не мелочь, и разберем, что это значит, что это значит, более подробно. На этом все, я надеюсь, надеюсь, что вам это было полезно и интересно, желаю вам всего самого доброго, удачи. Продолжение следует...